Всем привет! Вы на канале Записки Рыжика и с вами я, ваша Виктория. И сегодня мы с вами отправились в Таницу Новокорсунскую. К моей подписчице Наталье. У Натальи подворье около 20 соток. И посмотрите, здесь буквально все, все засажено. Наташа занимается и хвойными, и кустарниками. У нее есть и гортензии крупнолистные, метельчатых очень много. Около 14 сортов. Я вам сейчас постараюсь все показать более подробно. Ну и расскажу, конечно. Остановлюсь на некоторых. О, котенок. Довольный. Остановлюсь на некоторых моментах. Покажу, что есть в наличии. И возможно, вы захотите приобрести. Наташа, кстати, высылает все по почте. Поэтому телефон будет указан. Ну что, смотрите тогда. Поехали. Ну и, пожалуй, начнем с самого главного. Сразу при входе меня встречает целый отряд. Посмотрите, как много. Это гортензия крупнолистная. Это маточники у Наташи. Их очень много. Вот и варегатный какой. Не видела такого даже в продаже. Очень красивые. Посмотрите, уже все на цвету стоят. Вот-вот зацветут. А вот черешковая гортензия. Я ее просто обожаю. Мне она безумно нравится. Она неприхотливая, морозостойкая. А когда цветет, пахнет медом. Ой, а посмотрите, какая роза меня встречает красивая. Это не плетистая. Это просто высокорослая роза. В розах я не сильна. Ну, посмотрите, как она. Ну-ка, давай мы тебя понюхаем. Ну-ка. Ммм, какой аромат у нее бесподобный. Пахнет очень вкусно. У нас в этом году на Кубани розы просто зацвели все очень рано. Мое внимание привлек такой вот интересный куст. Даже нет. Лиана. Виноградовник. Посмотрите, какой у него варегатный лист. Бесподобно красивая. Это 2-3 метра высотой. Она стелется по арке, цепляется, видно, да? Но здесь немножко перемешку и клематис. И, кстати, это растение, виноградовник, считается лечебным. И лечебные у него корни. Их сушат, измельчают. И вроде бы как добавляют в какой-то жир для, если не ошибаюсь, лечения суставов. Ну вот такая полезная информация вам о таком красивом растении. К слову сказать, он тоже есть в продаже у Натальи. Также вижу очень много колиусов всевозможных, рассвета. Посмотрите, какие у них окраски. Оранжевые. Вижу сорт Аватар. Электрик лайм. Да, кстати, в стаканчиках по 150 рублей. Корневая очень хорошо развита. То есть, получается, у вас не пересадка, а перевалка растения. Растение болеть не будет, не подвянет. Ну, а это лагерстремия. Изюминка сада. Индийская сирень. Устойчивая к засухе. Цветет с июля, если не ошибаюсь, по октябрь. Обильное цветение. Но просыпается весной очень поздно. Уже когда прогреется земля. У Наташи 5 расцветок в наличии. Что характерно? Растение не подвержено болезням. Легко переносит засуху, обрезку. Цветет на побегах текущего года. Поэтому ежегодная обрезка ей даже не помешает, а наоборот приветствуется. Ну, а это сами черенки. Посмотрите, какая у них корневая мощная. Все подписаны. Поэтому пересорта не будет. Ну, а это плющики. Красивые, правда? Посмотрите, какой белый варегатность. Есть ярко-желтая, сочная такая, прям вкусная зелень. А это белый, бесподобно красивый. Как будто его чем-то обрызгали. Вот все-таки природа, да? Все, все сортовые. И расцветки такие вроде бы зеленые с белым, а все очень разные. Глаза разбегаются. А посмотрите, какой красавчик кудрявый. Такого я еще не видела. Вот, есть стаканчики побольше, горшочки побольше. И это самый обычный лесной плющ тоже есть в наличии. Абсолютно неприхотливый и не листопадный. Ну, а вот еще одна изюминка. Смотрите, в этом саду клен фламинго эффектный. Да, какое декоративное дерево. Но считается низкорослым. Бесподобно розовый. Ой, какой красивый. Прям улыбка на лице появляется от его прикосновений. И что интересно, весной у листьев розовый оттенок, к лету он меняет на бело-зеленый. А осень расцветает бело-желтым. Вообще, природа постаралась. Ну, пойдемте дальше. Это у Наташи метельчатые гортензии. Я их очень люблю. Посмотрите, напомню, что у Наташи их более 14 сортов. А вот гляньте, какой горшочек я вам покажу. Пацаны, пожалуйста, уточняйте у Наталии. Она вас ориентирует. Так, дальше у нас камнеломка расположилась. Посмотрите, это уличное растение. Она уже зацвела вовсю. Мне нравится то, что ее посадят среди камней. И она оживит любой камень. Это так красиво смотрится. Она не листопадная, уходит в зиму с зеленым листом. Смотрится очень красиво. Так, а здесь у нас расположились гейхеры. Разнообразие, конечно, их очень много. Сейчас я вам покажу, вот посмотрите, какой кустик набитый. Как я говорю, хватит себе, сестре и соседу. Можно посадить и, пожалуйста, они у вас уже будут цвести. Вот какая у них набитая прям. Горшок просится, рассаживай меня, пожалуйста. Здесь не крупнолистные. Только средний лист и мелколистные. Но зато очень много расцветок. По сортам точно сориентирует вас Наташа. Также могу сказать, что очень много гейхер. Сорта тоже разные. У меня гейхеры зимуют прекрасно. С учетом того, что собака бегает во дворе. Мы ее часто отпускаем. У нас уже такой в почтенном возрасте. И нет, нет, затаптывает. Но, ой, они же такие красивые. И в зиму, я думала, все вытоптал. Нет, прекрасно. Все перезимовало, вышло, красивые. А у Наташи, конечно, сорта все шикарные. И желтые, и зеленые, и какие-то бордовые. И вот, пожалуйста, с таким сечением красным. Бесподобные. Так, здесь у нас растут спирейки. Спирейки розовые. Это среднерослый кустарник. Вот, сейчас достану вам. Вот этот вот. Посмотрите, трехлеточка. Уже готовый куст. Формируй и наслаждайся его красотой. Так, это у нас пузыреплодник. Неприхотливый кустарник. У Наташи с красным листом и с золотистым листом есть в наличии. Дальше у нас дерен шпета. Посмотрите, какой он красивый. Это просто, я не знаю, настолько красивый лист у него. Ценится за свою естественную декоративность. Неприхотливый. Используется дерен для создания живых изгородей. И в осенний период листья приобретают пурпурно-красный цвет. Но у него остается каемочка, такая же, светленькая. Это сочетание просто божественное. Кстати, они у Наташи, если я не ошибаюсь, по 500 рублей. Вот, посмотрите, какой кустик. Очень достойный. И всего 500 рублей, требующий уже посадки в грунт. Вот корневую. У меня одной рукой не очень-то удобно. Следующее, что я вам хочу показать, это бузина черная. Это быстрорастущий кустарник, который не подвержен заболеваниям. Прекрасно цветет с июня и весь сезон в течение лета. Посмотрите, какой хороший кустик. У Наташи они по 450 рублей. Теперь калина бульданеш я хочу вам показать. По 500 рублей она у Наташи. Это поистине королева сада. Потрясающая красота. Цветущий, обильно цветущий кустарник. Кстати, бульданеш в переводе с французского означает снежный шар. Цветет, мне кажется, продолжительно. По-моему, месяц-полтора. Единственное, что очень любит нашу калину тля. Так, что у нас дальше? Здесь у нас хакура нишики. Обратите внимание. Хакура нишики у нас всегда красиво весной своими листиками, которые приобретают розовый оттенок. И с течением наступления лета они становятся светло-зеленые с белым вкраплением. Всегда декоративно, можно стричь, поддается любой стрижке, формировке. Это хакура нишики. Это у нас чубушник. Чубушник можно назвать еще как садовый жасмин. Это нежнейший аромат, белые цветы. Ну, поистине романтика сада. По-другому никак не скажешь. Растет в тени, на солнышке. Предпочитает обычную почву, не кислая. Цветет, кстати, с жасмин в течение месяца и на побегах прошлого года. Следующее растение это дейдзе. Неприхотливая, обильно цветущая. Ее, кстати, можно использовать и в качестве живой изгороди. Обратите внимание, какие у нее красивые белые соцветия. Она вся такая пушистая. Есть махровая и не махровая. Есть в разных оттенках розовые, белые. Любит стрижки. Кустарники в среднем от 40 до 3 метров. Все зависит от сорта. Сейчас я вам покажу, какая корневая у нее богатая. Ну, а здесь мы с вами пришли к гортензии. Обратите внимание, как много их. Здесь они находятся в тени деревьев. Гортензию, Наташи, напомню, больше 20 сортов. Крупно-листные. Всевозможных оттенков, всевозможных расцветок. И, конечно, прежде чем приобрести, вас Наташа проконсультирует. Чем покармливать, как содержать, где посадить. То есть, чтобы гортензия вас радовала буйным цветением. Поэтому телефон я вам указала. Вы пишите, Наташа, звоните. И тогда гортензии вас будут радовать. Еще одна изюминка сада. Это вербена банарского. Это нераспространенное растение у нас на участках. Это многолетник. Высота его до метр двадцати, метр пятидесяти. То есть, он достаточно большой. Светет с начала лета и до осени. Привлекает в сад бабочек и пчел. Прекрасно подходит для украшения заднего плана цветника. Но за счет того, что очень высокая. Сразу хочу сказать, что есть рассада. Вот обратите внимание, какая она вся сильная, мощная. Поэтому высаживайте вот такая корневая. Высаживайте такую диковинку, новинку у себя в саду. Расскажу вам еще об одном красиво цветущем кустарнике. Это гибискус. У Наташи представлено много расцветок. Есть вариегатные, невариегатные, махровые, полумахровые. Любит стрижки, неприхотливый. И цветет, кстати, он все лето до самых заморозков. Что немаловажно. Напоследок я вам покажу гортензии, которые у Наташи уже цветут вовсю. Цена у них по тысячу рублей. Еще немножко покажу вам наличие комнатных цветов. У Наташи их много. Все, конечно, не охватишь. Но если вас что-то заинтересовало, или вы хотите спросить, есть наличие, количество и все остальное, вы спрашиваете у Наташи. Она вам ответит личным сообщением. Я надеюсь, вам понравилось мое видео, мое маленькое путешествие. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Ах да, и еще, когда будете списываться или созваниваться с Натальей, ну скажите, что вы с канала записки Рыжика. И Наташа вам предоставит скидку. Я думаю, будет приятно. Все, всем желаю всего самого хорошего, здоровья самое главное и покоя в душе. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok